и снова здравствуйте уважаемые друзья вы снова на канале ремонтник тв и сегодня речь я поведу о газонокосилки а в частности о таком распространенном двигателе как брикс and stratton в данном случае 500 серии 158 кубиков довольно часто таким движком комплектуются газонокосилки различных производителей различных торговых марок в чем загвоздка в данном случае у меня плавают обороты и утруднен пуск то есть без вмешательства оператора обороты могут повышаться понижаться независимо от нагрузки то есть воспринимает нож траву как нагрузку или там там высокая трава низкая или вообще стоит на месте и могут произвольно обороты вырастать до максимальных потом уменьшаться к средним как с этим бороться что при этом случается и собственно как починить данную поломку собственно смотрим и разбираемся и так ближе видим брикс and stratton американский двигатель показываю 500 серия 158 кубиков конкретнее можно также посмотреть серию заводской номер двигателя он расположен сейчас покажу в таком довольно неудобном месте вот над свечой данном случае вот на этой пластине вот можно что-то прочитать также по номеру двигателя можно заказать запчасти или по крайней мере найти посмотреть если они вообще в наличии что это как я уже сказал поломка выражается в том что плавают обороты и утруднен пуск при этом работать газонокосилкой практически невозможно она то косит то не косит живет своей жизнью и так в первую очередь я на практике уже определил виновник торжества является карбюратор сейчас я буду разбирать доставать карбюратор показывать как он разбирается что в нем вышло из строя что стоит прочистить а что не стоит трогать и так здесь карбюратор и бачок это скажем два в одном то есть часть бачка верхняя пластина отвечает за определенные узлы карбюратора и так здесь оппозитный двигатель ну бачок расположен как вы видите снизу вот здесь на вот этом где-то уровне входной патрубок в котором расположен жиклер и чтоб бензин захватывался стоял на уровне жиклера его нужно как-то сюда поднять здесь и находится топливный насос то есть очень похоже сделано как в бензопилке но немного отличается и так чтобы добраться до этого карбюратора нам нужно сначала снять воздушный фильтр но здесь сейчас почти сложности нет просто шлицевая отвертка выкручиваем так снимаем крышку вытаскиваем сам фильтр это поролон он часто забивается вот здесь ну сейчас он почти чист бывает просто на напрочь забит вот эти отверстия вот эти напротив на поролоне все забито травой тогда естественно работать тоже не будет хорошо но в данном случае если фильтр чист мы идем дальше так прокладочка и лучше сразу снять чтобы не потерять дальше чтобы открутить карбюратор нам нужно снять бак вот дальше у нас уже определенные сложности но не скажем проблема в головках в ключиках потому что здесь идет не метрическая система а дюймовая и так здесь нужно иметь у меня есть набор головок видите так самой маленькой нет но в данном случае в данном двигателе ее я думаю не надо здесь мне нужно будет 1 2 3 8 и так такая абракадабра как 5 16 начинаем с самой большой здесь вот где я ставлю головку болт все вот такой болтик открутили меняем головку ставим 3 8 здесь вот сбоку тоже откручиваем болтик так дальше опять меняем головку 5 16 и откручиваем уже кто-то шлиц нарезал видно чтоб закрутить или открутить это скоба фиксации баудена здесь не тросик а одна жила проволоки ну будем называть тросик так если держится сама скоба сейчас как сейчас она держится ее не снимаем если она слетает но здесь есть конечно обжим как где она стояла что потом мы не искали насколько тросик подать чтобы была регулировка правильно лучше можно отметить конечно маркером нарисовать ну все снимаем тросик здесь такая козья ножка своеобразная раз раз сняли так но собственно почти все дальше есть вот демпферная пружинка ее тоже изначально нужно снять аккуратненько бывает очень неаккуратно снимают потом опять большие с ней проблемы теряется настройка дроссельной заслонки то есть начинаются резкие рывки если эта пружинка неправильно будет работать или она будет слишком разжата или вообще бывает тулят туда что попало дальше можно уже снимать карбюратор вот эту сторону на себя выдвигаем выдвигаем все но не сильно здесь есть тяга дроссельной заслонки вот ее нужно вытянуть здесь тоже г-образный такой захват который я называю козья ножка вынимаем то есть нам нужно вот так тягу здесь открутили чуть-чуть сюда выдвинули между вот этих двух жестянок не сильно так чтобы никакого напряга не было и вот так выворачиваем бачок аккуратно побежал бензин вот через пробку ничего страшного помоем потом все бачок снят дроссельная заслонка все нормально вот часто приходят в ремонт газонокосилки где вот эта пластиковая фишка сломана а ее как отдельно детали нет приходится ставить новый карбюратор а он довольно таки не дешевый скажем так сейчас немного ототру его от ошметок от травы и будем дальше рассматривать так можно рассмотреть карбюратор сверху здесь сейчас в бачке есть бензин но когда я нажимаю на праймер ничего не происходит вот с этого отверстия должен прыскиваться бензин но этого не происходит есть какая-то проблема с насосом так сейчас целесообразно разобрать карбюратор он закручен на пластину бачка здесь 5 винтиков которые прикручивают 1 2 3 4 5 вот сейчас их откручиваем желательно использовать отвертку так как шуруповерт ну при откручивании шуруповертом трудно понять с какой силой они закручены повторно закрутить не пережать так как деталь пластиковая так снял я верхнюю часть карбюратора винтик сторону патрубок сапуна тоже можно снять так ну это прокладка пара нитовая пружинка мембраны топливного насоса сама мембрана вот она вот эта мембрана есть виновник торжества ну что она зачастую как сейчас она деформирована видите здесь где пружинка стояла и какая-то деревянная вот в какую сторону я ее также деформированы вот лепестки которые служат в роли клапана туго как-то ходит она должна эластична быть ну это прокладка под замену и также пара нитовая прокладка она как зип всегда идет в комплекте тоже под замену но хотя ее можно сохранить можно оставить как образец но я постараюсь ее аккуратно снять дальше что еще мы можем посмотреть главное обращать внимание вот есть пружинка до верхний конец у нее завернут внутрь чтобы она не проткнула собой мембрану дальше есть вот сетчатый фильтр этот фильтр тоже часто бывает забит и начинаются высокие обороты а потом глохнет не хватает бензина то есть вот этот вот эту сеточку тоже можно прочистить всегда снять с нее все ошметки дальше идет есть вот такой цилиндр это фильтр тонкой чистки это сетка так ну сетка принципе ее можно вот так снять раз и на свет просмотреть не забита ли она отложениями парафина что часто тоже бывает напрочь просто забита вроде никакого мусора нет но белый налет который просто можно соскребать но это все промывается активными жидкостями вот как я постоянно использую там какие-то промывку карбюратора такая гадость которая разъедает мусор вот сняли эту сеточку дальше мы видим главный топливный жиклер но он почему-то никогда не засоряется я его даже никогда не достаю изнутри как можно посмотреть что он ничем не забит но предыдущих видео по бензопилкам я всегда советовал кто ремонтирует технику сделать себе там блок батареек и светлодиод включаем светлодиод яркий у меня их два спайны между собой вот где я отверток кай показываю внутри главного трактора карбюратора есть такой цилиндрик это выход уже главного топливного жиклера и туда стоит просветить светлодиод или прислонить сейчас есть разворачиваем и смотрим то есть отверстие абсолютно чисто мы она довольно таки большое чтобы засориться все с этим разобрались сеточку сейчас я буду мыть промывать и главное буду ставить новый набор прокладок то есть прокладка и мембрана они недорого стоят где-то одна десятая карбюратора по цене вот новая прокладочка и новая мембрана ну а сейчас пока промываем еще хотел показать на чем я не заострил внимание вот здесь часть карбюратора которая выполнена в пластине бензобака здесь идет подача бензина здесь часть топливного насоса а вот здесь вот здесь эта полость и есть также вот дренаж бак идет вот эта полость где скажем отстойник или чашка а на дне отстойника вот такая черная жижа ну все видите какая гадость в отстойники и и все нужно вычистить итак прочищаем промываем детали и ставим новые прокладки перекрывает дренажное отверстие я туда тряпку запихну и выдуваю вот эти ошметки все компрессором так все чистенько все отлично ну с частью карбюратора которая в бензобаке мы закончили это можно в сторону дальше я говорил нужно прочистить сеточку для это я использую очиститель карбюратора у торгового марка просто они разные бывают и все такие термоядерные даже сеточки сразу видно вымывается грязь что-то такое черное и она сразу стала прозрачнее хотя я смотрел она парафином не забита все хватит дальше аккуратно можно достать крышечка была чистая все видели я снял и вот налет который был на сеточки видно эту грязь все вымыло дальше продуваем сеточку также только аккуратно чтобы она не улетела у нас также можно прочистить этот блок карбюратора в данном случае я показывал жиклёр не засорен чисто так для профилактики запшикиваем во все отверстия уже все прочищены на продукта ставим обратно сеточку и собираем карбюратор и собираем карбюратор еще в один момент если сравнивать две прокладочки они немного отличаются сейчас покажу чем все вроде то же самое единственное что видите вот треугольничек в новой прокладки его нет но это на скорость не влияет так что прокладка не сместилась я сразу два винтика засунул вставляем патрубок подачи топлива и наживляем винтик рекомендую винтики не дожимать так чтобы немного шевелился карбюратор чуть-чуть так пошевелить все нормально и теперь можно дожать все когда закрутили можно сразу посмотреть устанавливаем на нашу газонокосилку уже отремонтированный почти новый эту пластинку целесообразнее просто снять потом обратно поставить вставляем резинку сапуна так и уже так проще будет просто поставить тягу дроссельной заслонки так попадаем в отверстие простым движением все есть так дальше здесь есть резиночка уплотнительная которая уже на впускную трубку надевается аккуратно попадаем должно плотно так заходить вот зашло резинку сапуна тоже немного поправляем и уже впоследствии ставим пластину устанавливаем пружинку дальше прокладка корпуса фильтра воздушного фильтр и крышка фильтра все дело в шляпе можно испытывать сейчас я сниму со стола и буду заводить косилку чуть-чуть дотянуть все болтики а и а и 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 как то вот так получается 2 880 это максимальные обороты все отлично все стабильно работает и так уважаемые друзья ремонт газонокосилки я закончил все отлично и так почему такое случается в двух случаях от давности то есть газонокосилка свыше пяти лет и от плохого бензина то есть бензин с который с индикатором такой эко который с зелеными листиками такой на заправке продается часто его сюда лить не стоит если там в мотоблок где карбюратор как в предыдущем моем видео без топливного насоса там почти нет никаких резинок там просто проникан прокладки которые через адаптер единственное что резиновая там резиновый подающий патрубок и все а если есть топливный насос мембранки это все сразу выходит из строя от такого бензин и так уважаемые друзья кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал вас ждет еще много нового интересного по технике спасибо